Вот этим тестером я померил напряжение в сети. В сети было 400 вольт. 398, если точно. Вот он меряет. 398 вольт в сети. Потом, хоп, упал до 80. И вот начал прыгать напряжение, лампочки мигать. Рудницкие приехали в воскресенье с дачи. Люстра, говорят, странно трещала. Они сразу поняли, что нужно скорее выключать прибор из розеток. Компьютер спасти так и не успели. Он сгорел. Люстра тоже. Компьютер начали включать. Компьютер нерабочий. Включили свет, люстру. Люстра начала стрелять и все. И отрубилось. Вчера целый день свет тоже прыгал. Вчера это был вторник. Тоже свет целый день прыгал. Было то 50 вольт в розетке, то 400. Холодильники мы отключили, конечно, сами с сети выдернули, потому что очень жалко. Холодильник и морозильная камера у нас. Перебои в электричестве начались неделю назад. Примерно тогда же у многих сгорели и электрические приборы. Никаких объявлений или предупреждений вывешено не было, что в доме проблемы с электричеством. То есть, если бы они висели, у многих соседей электроприборы могли бы остаться целыми. Причина случившегося в канализации. Нечистотами затапливало подвал уже не единожды. Там находится распределительный электрический щит, который затопило и на этот раз. С 2013 года этот дом постоянно страдает из-за аварии с канализацией. Год назад наша съемочная группа уже приезжала. После выхода сюжета в эфир за состоянием подвала исправно следили. И вот опять что-то пошло не так. Со среды пошел запах. Мы живем здесь, второй, первый этаж. Это больше сильной запах. Попробовали. Суббота, воскресенье. Подвал закрыт. В понедельник вызываем. Подвал был открыт, но уже там полный, полный, как говорится, бассейн. И с понедельника заявка. Никто не приезжает. Передали, что сказали, ждем аварийную машину. И вот до тех пор ждали, пока щитовые электрические все вот эти вот щитки заполнились водой. Я вернулась из отпуска. Оказалось, что у меня резко перегорела варочная поверхность. Помимо этого еще перегорело несколько видов техники бытовой. Я поняла, что это не совпадение. Вчера вечером, это было очень позднее вечер, можно сказать, ночь. Без 10-12. Случайно проснулась от жуткого треска и проснулась в вздымленной своей квартире. Я могла просто угореть. Шел неимоверный дым из пилота, из удлинителя. Техника просто взорвалась. Попробовала включить свет, взорвались все лампочки. Телевизор, скорее всего, тоже сгорел, потому что сегодня обнаружила какую-то лужу. Я сразу начала звонить в службу спасения. Пострадавшие жители массово несут заявление о прочиненном ущербе в управляющую компанию советского района. И недоумевают, почему канализацию не могут починить уже 10 лет. А решать недавний потоп стали только спустя несколько дней, когда уже затопило весь подвал. Люди собираются в ближайшее время подавать жалобы в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Наш телеканал отправил запрос в управляющую компанию советского района. Пока ответ мы от обслуживающей организации так и не получили.